Думаете ретро игры остались прошлыми, о них уже вспоминают лишь редкие ценители? Как бы не так, продолжают выходить новинки, в основе которых живут и развиваются идеи из нестареющей классики. Если вы любите ураганы геймплей и атмосферу в духе контра, потратите свое время на это видео и познакомитесь с шикарной игрой, которая вряд ли вас разочарует. Сейчас расскажу подробнее, спасибо что смотрите, прожмите палец вверх, поддержку канала и давайте начнем. Iron Meat игра, которая определенно найдет своего ценителя. Несмотря на то, что в инди-сегменте сейчас широкое разнообразие продуктов и есть что выбрать среди самых разных проектов, но достойно брачьих жанра это всегда хорошо. Главное, чтобы качество проекта действительно было на высоком уровне, ведь не хочется тратить свое время впустую. Стоит сказать, что автор Iron Meat наш соотечественник и потому в силу объективных причин хорошо понимает, что значит правильное контра. Что я имею ввиду, почти все из нас застали многоигровки, в которых были зашиты сомнительные вариации одних и тех же игр. Бесконечные хаки, непроходимые уровни и боссы, мы привыкли к хардкору и безумию. Одной только сложностью нас не возьмешь, у нас вон вообще мужика из контра переодели в утку и назвали вторым черным плащом. И ничего, невзирая на всю эту кринжатину из 90-х, контра оставила многим массу приятных впечатлений. Классику мы чтим до сих пор и хорошо знаем практически все части. Наверное, у каждого в голове давно выстроился свой образ идеальной контры. Сейчас расскажу, как я вижу для себя идеальный раннган в духе контра, а вы потом в комментариях напишите, с какими пунктами согласны, а с какими нет. Это должна быть сложная игра с вызовом прям на грани, хорошо испытывающая скилл геймера, но при этом она должна иметь безупречное отзывчивое управление. Важно, чтобы сложность была построена не на кривизне, а именно на безумном экшене с кучей врагов. Выбор оружия должен быть достойным, а уровни интересными. Без запоминающихся боссов тоже никуда. Другими словами, все лучшее, что было в классической 8-битной контре и контр-хардкор на Sega. Без вот этих ненужных нововведений дешевой графики, как было в Галуге. Лучше пиксели и красивые спрайты. И знаете, мне кажется, что Iron Mead во многом соответствует этим критериям. И потому скажу сразу, мне она понравилась. Однако недостатки у нее все же имеются. Сейчас все обсудим по порядку. Визуальный стиль игры пропитан ретро-футуризмом. Герой а то и дело окружает мрачные пейзажи, в которых узнаются дворы и улицы типичного спального района почти любого российского города, усеянные панельными высотками. Транспорт здесь летающий, но это не мешает узнать них старый добрый УАЗ. Декорации из уровня в уровень меняются, не дают игроку заскучать. Сюжет Iron Mead разворачивается вокруг живой инопланетной массы, утекшей из исследовательского центра на Луне. Что-то пошло не так, и она начала поглощать все вокруг, даже металл, погружая мир в хаос. Солдат по имени Вадим, служащий на пограничной базе, должен остановить эту катастрофу, начавшуюся по вине ученого Юрия Маркова. Вследствие его неудачного эксперимента, он подвергся влиянию биомассы и телепортировался с нею на Землю. И намерения у него отнюдь не добрые. Понятное дело, что сюжет здесь служит не более чем декорациями к основному представлению. От таких игр не ждешь особой глубины, конфликтов и сложностей морального выбора. Достаточно просто знать, кто мы и кого надо уничтожить. И то далеко не всегда авторы в своих играх посвящают нас такие детали. Итак, наш герой может вооружиться двумя пушками. Подбирать новый он может как в контре. Сбиваешь летающую штуку и сразу видишь по букве, какой ствол ты возьмешь. А можно и монитор с изображением пистолета разбить, встречаются и такие. Если не хочешь менять текущее оружие, можно взять дополнительные и потом переключаться между ними. А если несколько раз подобрать одно и то же оружие, оно усилится. Тут все логично и нормально. Бывает попадаются еще и вспомогательные бонусы, благодаря которым ты можешь стрелять во все стороны. Подчас это бывает очень полезно, особенно когда находишься в закрытых локациях. И в Iron Meat они довольно разнообразны. Заметно, что автор на протяжении всей истории старается придерживаться одного стиля. Как в визуальной части, так и в геймплейной. Но даже в этом случае он нашел способ разнообразить игру различными ламушками и сложными секциями. К примеру, иногда попадаются места с вражескими пушками, где нужно действовать точно по таймингу. Лучше запоминать паттерны отдельных врагов. А порой вид меняется, камера приближается или наоборот отдаляется. И ты должен успеть прыгать по платформам наверх. Такие сегменты мне понравились. Они здорово разбавляют рутинные пробежки, типичные для жанра Run and Gun. Отдельно хотелось бы отметить боссов. Начну с достоинств. С точки зрения визуала они выглядят шикарно. Работа была проделана очень тщательно. Заметно, что к их созданию подходили творческие. Поскольку биомасса превращает железо во все живое, мы можем увидеть такие странные вещи, как поезд с повадками змеи. Тема биомеханики будет сопровождать нас на протяжении всей игры. И это здорово. Особенно запомнился вертолет Крокодил. Но это просто гениально. В то же время не забывайте, что инопланетное мясо влияет и на людей. Рядовые враги здесь в прошлом солдаты. Но биомасса поглотила их, превратив в чудовищ. Однако хочется кое в чем и поругать игру. Говоря о боссах, я заметил, что сложность у них неравномерная. К примеру, босс с первого уровня мне показался чуть ли не самым сложным, в то время как другие дались мне гораздо легче. А еще хочется, чтобы битвы с ними проходили по-разному. К примеру, менялся бы обзор камеры, появлялись бы какие-нибудь новые механики. В этом отношении хороший пример подала Contra Hardcore. Но в основном, конечно, источник вдохновения Iron Mead это Contra. Автор в качестве ориентира близко придерживался образца 8-битной игры. Ведь в Iron Mead почти нет всего того, что появлялось уже в более современных Run and Gun играх. Никакой прокачки, никаких сюжетных разветвлений. Со здоровьем все тоже по старинке. Одно попадание и ты труп. Придется просто принять это как должное. Благо, сложность игры разумная. На легком каждый, имея в арсенале 30 жизней, сможет пройти всю кампанию за один забег. Кстати, заметили, что такое количество жизни тут не случайно? Лайки с лифтеми. В других режимах сложности уже так не балуют. Попыток будет дано гораздо меньше, да и враги ощутимо злее. Это для хардкорных фанатов в самый раз. Игрок может кастомизировать своего персонажа скинами. Здесь можно отдельно настраивать практически все. Туловище, голову, ноги. В зависимости от доступных вариантов, можно собрать себе солдата на свой вкус. А можно и вовсе какого-нибудь причудливого монстра-вояку выбрать. Скины здесь прикольные. Авторы с юмором оформили этот момент. К большой радости игроков, Iron Mead не перегружена тем, что отвлекала бы от самого главного. Здесь 9 уровней чистого олдскульного удовольствия, приправленного хардкором, что присущ контра. Это то, что нужно. Автор хорошо понимает формулу оригинальной игры и нисколько не портит ее. Лишь воссоздает проверенные механики в приятном оформлении, придумав живую материю, распространяющуюся по всей земле. Поэтому мы получили креативных и продуманных боссов. Хотя кое-где мне и не хватило разнообразия. Я думаю, что у автора есть огромный потенциал сделать еще проекты в подобном жанре, взяв за основу уже другие классические хиты, сместив акцент с контры на что-нибудь другое. По итогу Iron Mead не понравилась. Библиотека инди-игр пополнилась еще одной прекрасной игрой в жанре Run'n'Gun. Blazing Chrome старался подражать контр-хардкор, в то время как эта игра чтит традиции старой доброй контра с 8-битной Nintendo. Каждая игра по-своему хороша и развивает собственные идеи. Хочется, чтобы подобные проекты входили чаще. Iron Mead безусловно достойный претендент на игру года и важное открытие для каждого ценителя ретро. Это мое мнение, которое сформировалось после прохождения, в котором я смог оценить все уровни. Пишите ваши комментарии по поводу того, как вам игра, понравилась или нет, планируете ли поиграть. Вышла она в продажу только 25 сентября, наверняка не все из вас успели ее приобрести. Но будет любопытно увидеть ваши мысли по поводу увиденного и услышанного из моего обзора. Я стремился быть объективным, игра определенно заслуживает слов похвалы. Спасибо, что были сегодня со мной. С вас по традиции царский лайк. Буду рад вашей активности в комментариях. Это то, что сейчас особенно нужно в столь трудное время, когда заниматься творчеством становится все сложнее. Но я вас не брошу. Буду продолжать работать над этим каналом и также буду рад видеть вас на других моих ресурсах. Так мы не потеряем друг друга и вы сможете смотреть меня там, где вам удобно. Отдельно отмечу Boosty и Telegram канал. Там выходят мои статьи, заметки, переводы. Все то, что не будет на YouTube и ВКонтакте. Советую обратить внимание при желании поддержать подпиской. Все ссылки вы найдете в описании. Увидимся!